Вилли Вонке два года. В приют кот попал прошлой зимой. Волонтеры нашли его на улице Шверника вместе с двумя братьями. Его забрали в семью последним, но через несколько месяцев вернули обратно из-за аллергии. И мы начали дальше искать ему семью и просто в какой-то момент заметили, что Вилли Вонг перестал кушать. Мы привезли его в клинику на осмотр и тут выяснилось, что у него коронавирус. И он очень серьезно заболел. То есть он себя очень плохо чувствовал. Ему лечение не помогало, несмотря на то, что это был огромный список препаратов, капельниц, уколов, таблеток. Ему ничего не помогало. Но мы уже начинали потихоньку готовиться к мысли, что Вилли Вонг мы потеряем. Последней надеждой стало переливание крови. После поиска донора следовал пятичасовой процесс. Волонтеры подкладывали ему грелки, кормили из шприца. Вилли Вонг выжил. Начал сам кушать. Кончилось лечение. Он себя прекрасно чувствует. Он очень ласковый кот. Единственное, что из-за его болезни, коронавируса, ему нельзя быть вторым животным в семье, именно вторым котом. То есть его можно взять только одним котиком в семью. А так он очень ласковый. Он очень контактный. Он не будет никакой агрессии проявлять к деткам. Ну то есть это такой супер ласковый кот, который мы очень хотим, чтобы он поскорее нашел семью. Донором для Вилли Вонги стал Фунтик. Коту три года. Он вместе со своими братьями и сестрами родился на одном из огородов в Балыкове. Волонтер Анна взяла пушистых малышей вместе с мамой на передержку. Всех удалось пристроить, а вот Фунтика долго не забирали. Одна семья взяла его к себе, но тоже вернулись за аллергии. Через некоторое время та же семья написала, что они сдали анализы, аллергия была не на кота, и они готовы забрать его обратно. Хорошо, они его забрали обратно. И через месяц они от него снова отказались, потому что он по какой-то причине перестал у них ходить в лоток. При том, что в тот же день, когда его забрала и привезла к себе на квартирную передержку, он пошел в лоток сразу же. То есть не было никаких проблем, из чего можно сделать вывод, что вероятнее всего был какой-то фактор стресса там, потому что две недели он ходил в лоток, потом почему-то перестал. Позже у Фунтика началась пищевая аллергия. Он сильно расчесал себе шею, которая долго не заживала. Волонтеры прошли не одного врача, поехали в Нижний Новгород, где коту подобрали лечение. Он очень ласковый, он такая булочка, он такой пирожок мамин, да. Очень такой пушистый, при этом он кастрированный, он вакцинированный, он привычен к лотку, все хорошо. Это очень игривый кот, просто очень игривый кот. Вот он живет у нас в комнате кототерапии, он научился открывать дверь. То есть у нас дверь там идет, которую надо ручку вниз потянуть, она открывается. Он научился прыгать на эту ручку, открывать дверь. То есть кот он очень умный, обожает играть. То есть любому ребенку он станет просто отличным партнером для всяких игр. Чмония и утюг появились в приюте совсем недавно. Их привезли из Ростовской области. Они родились на приграничной территории, недалеко от зоны СВО. Военнослужащие приютили котят и привезли в Саров, чтобы не оставлять их в опасности. Им меньше года, малыши контактные и очень хотят найти дом. Если хотите выбрать и забрать пушистого друга себе, обращайтесь по телефону. Или пишите в группу «Приюта Мурдом» ВКонтакте.